Ну и дальше есть археологический музей с очень симпатичными римскими пресками. Сход туда стоит 10 динам, в понедельник он закрыт. В понедельник у нас музей все закрыты. Тунис государство светское, поэтому никаких ограничений в одежде для женщин нет. Можете ходить в чем хотите. Хотите стоять в сарафанчиках, но сейчас не холодно. Но хотя туристу ходят. Потому что местные женщины ходят как в платках, так и в таких мини, что нам и не снилось. Это при их фигурах я, когда я вижу, думаю, о как. Единственное, как в Айтену Медину не одевайте совсем короткие шорты и декольте до улочек. Ну просто там такой специфичный народ, что в общем зачем вам самим это приятно. А так вообще, тунису очень дружелюбные люди. Вы всегда можете их спросить, они всегда вам помогут. То есть они действительно хорошие люди. Вы немножко схитрецуны, но не без этого, что же поделаешь. Мы все со своими недостатками. Но в плане того, что вот если что-то такое вот помочь, то пожалуйста, они всегда готовы. Вот видите, с левой стороны уже видны стены Медины. Медина у нас очень большая. Да, да, у нас есть и рыбный рынок, и овощной рынок. Ну и всякое разное. Что-то приятно. Керамика, и сумки, и все, все равно. Вы знаете, их научили по-русски. Причем многие по-русски научили таким словам, которые они даже не понимают, что говорят. Поэтому не огорчайтесь, если вас обзовут. Они не понимают, что это такое. Ну не обзовут, но скажут. Но оберк, русский турист, облик морали, это самое любимое их. Причем они совершенно не понимают, что это. Ну, в общем, там не страшно, если честно, даже честно. Нет, не страшно. Просто ходите в дневное время суток с 10 утра, где-то дышим. Да не заблудитесь, там, конечно, улочек много, но не заблудитесь, не соглашайтесь, там, значит, некоторые могут подходить. Ой, вы меня не помните, я повар из вашего отеля. Я вас сейчас проведу. Посылайте его нафиг, потому что ваш отель написан на вашем прослете. А он вас проведет и денежку попросит. А вам оно надо? А вот справа с Таной, это наш порт, где кораблики туристические. И дальше промышленный. Небольшой порт с таможенным терминалом. Ну, то есть жизнь идет у нас. Как всегда. А? Да, есть экскурсии. Кораблями в летом-то очень часто, а сейчас просто немножко прохладно. Скоро будет, будет хороший. У нас есть экскурсии, вы спросите у наших кликов. То, что дешевле, но с удовольствием, но вот здесь вот, не всегда, здесь нет. По-моему, нету таких. Ну, вот мы сейчас выезжаем на центральную площадь. С левой стороны, с левой стороны, белое здание, это суло-центр с сувенирами, с фиксированной целью. А дальше вы проходите и заходите на медину. Да, и там прогуливаетесь. А чуть дальше, вот мы сейчас проедем, вы увидите памятник на коне. Сейчас, вот вы выйдете. Это памятник с левой стороны первому президенту Туниса Хабиб Бургиба. И у него Хабиб Бургиба. Так, и наш президент, любимый, показывает рукой в правую сторону. Где зонтики? В правильном направлении. Где магазин «Женераль» с винным отделом. Да, вот видите, серые зонтики, проходите улочку, и выходите на улочку, и идете по запаху кофе. Во-первых, там кофейный магазин, очень вкусный кофе. А дальше вход на гофе. Вот, вот, можно поехать, и вот через кофе, я прохожусь до Марчика. А вот тут, с которым мы едем, называется «Обудная лаи», соединяет центр скабережной, потому что здесь много обуденных магазинов, тоже можете прогуляться. А еще есть, можно, отсюда тоже можно, да, да, тоже можно, но вам дадут карту, вы увидите. Вот, еще у нас есть такой вид транспорта для туристов, как паровозики, тук-тук называется. Начинают они вот как раз от начала набережной, уедут до порта Кантау и обратную сторону. Стоимость туда-обратно 300,5 динара, в одну сторону два с половиной. Единственное, что расписание знает только водитель, больше никто. Поэтому вы можете выйти рядом с моим отелем на туристическую улицу, именно едет этот паровозик, поднять руку и сесть и поедет. Ну, это так, пускать, а, конечно же, слипуха. Наши купаются уже месяц, отели полтора, местные нет. У местных еще зима. Знаете, говорят, где-то около 18-17. Ну, смотря как, потому что это как-то погон, как осень. У нас иногда май бывает жаркий, а в последние три года у нас тут всеобщее похолодание. Похолодание. Да, всеобщее похолодание. Но солнце уже очень жаркое. Поэтому пользуйтесь кремами. Даже когда нету солнца, все равно сгореть, как нечего делать. Потому что как и там ни было, хоть и северное, но и Африка. Сейчас нету, не обещают, но были дожди, да. Но небольшие там будет. Вот это вот общественная транспорт, вот это вот паровозики у нас. А это вот общественная набережная. Здесь общественный пляж, здесь можете прогулять, все очень интересно. Единственное, что если вы кого-то хотите сфотографировать, то есть из-за причинного первого решения сфотографировать человека. Поэтому прям не наводите на него, а так вообще и так делаем. У вас у всех, естественно, свои пляжи, вот, обороженные. А здесь вот, как вы можете прогуляться, здесь очень приятно. Первый отель у нас будет, ряд Паймс. Пожалуйста, до остановки автобуса не вставайте. А то может случиться страховой случай, а нам он не нужен. Курить где угодно, это страна мужчин. Женщины курят в отелях, пожалуйста, где угодно. В кафе, в таких, ну, мужские, не заходите в мужские только кафе. Это вот где на улице стоит стол такой пластиковый и стульчик, не надо там женщин. А есть обычные кафе, которые, ну, там, кофе пьют, нормальные. Пожалуйста, курите сколько туристов. Но в принципе, в принципе, туристы у нас и на улице, все их курят, и они спокойно к этому относятся, то есть вас никто не будет. Женщина может в любых местах появляться. В чем это? Да. Она светское государство. Здесь верующие? Да. Постой, постой. Нет, ну, конечно, они верят. Нет, 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 нет. Я же сказала, что здесь все очень демократично. Нет, оно проедет. Нет, нет, нет. Это я, конечно, не проедет. Продолжение следует... Продолжение следует...